Здравствуйте, уважаемые подписчики! Начинаем наш вечерний Бесогон ТВ. Прическу я сменил, осталось усы отрастить. Но да ладно, не об этом. Значит, цель нашего сегодняшнего монолога, с моей стороны, и диалога внутри контента, будет о пассажирских перевозках. Почему опять снова вернулись к этой теме? Ну, ни для кого не секрет, в социальных сетях просто всплывает, как в нашей единственной такой площадке для коммуникации с властью. Быстрые интерактивные проблемы пассажирского транспорта. Сейчас зима, плохая погода, интервалы не соблюдаются, автобусы не едут, люди страдают, едут на чем угодно, потом идут пешком, все грязные, недовольные после рабочего дня, и их это бесит. Тем более, еще ковид. Я все это прекрасно понимаю, сами также от этого всего страдаем. И мы побывали на муниципальном предприятии Балакова электротранс, пообщались с директором Александром Халиновым в составе выезда депутатской группы. Почему она состоялась? Сейчас депутаты формируют бюджет. И на последнем комитете и, соответственно, Совете депутатов города Александр Халилов вышел с инициативой, чтобы ему в бюджет добавили еще 22 миллиона наших замечательных налогов выдать ему, потому что он не справляется. Или не справляется в целом само предприятие. Нас эта ситуация достаточно сильно возмущает, потому что 72 миллиона рублей обходится наше предприятие БЭТ нашему городу, нашим жителям. И, соответственно, мы должны понимать, куда эти деньги уходят. Для чего вообще? И если ничего не меняется, люди как стояли на остановке ждут, зачем платить деньги? Вот по этому вопросу я сегодня хотел с вами поговорить. Итоговым как бы целью всей нашего налога будет эта мысль, а нужно ли нам вообще это предприятие БЭТ, если мы столько денег не проще, или людям на такси, может быть, раздать денег ежемесячно, пусть они ездят, может, дешевле так будет. Причем нужно еще учесть, что 72 миллионов рублей – это еще только просто из бюджета наших денег. Ведь еще предприятие зарабатывает деньги, у них есть свой бюджет. И если так прикинуть, пусть там, я точно не знаю, но это там 110-120 миллионов рублей, может быть, у предприятия выходит. Куда мы тратим эти деньги – непонятно. Сразу предупрежу, для любителей ТикТока ролик не будет коротким, но он будет проблемным. Кому эта проблематика интересная, кто хочет вникнуть и обсудить, давайте это все обсудим в нашем ниже прикрепленном опросе и комментариях. Обязательно свое мнение выскажите. Ну, а мы переходим к первому, как бы, кусочку видео. Он будет состоять из того, что я буду говорить свое мнение, свое видение проблемы. Согласны вы с ним или нет? Напишите. И нарезка из нашего диалога с Александром Халиловым, который состоялся непосредственно на самом предприятии. Также хочу похвалить депутатов, которые регулярно уезжают на все муниципальные предприятия, ежегодно контролируют, но неприятно то, что это одни и те же депутаты. Это одни и те же депутаты, которым, наверное, не безразлична судьба муниципальных предприятий. Все остальные куда-то у нас делись, они никогда на эти выездные мероприятия практически не попадают. В том числе и наши оппозиционеры от КПРФ, я их там не видел. Один раз видел только на гостинице. Года три назад, Дениса Ивановича. Переходим к первому видео. В нем мы начали с лайта. В чем вопрос вот этого кусочка? Я задал вопрос такой, что несколько лет назад, примерно три года назад, хотя в видео я говорю два года назад, на территории БЭТа была штрафная стоянка. Штрафстоянка и многие нарушители, в том числе и мы, пострадали. Очень долго выбивали там автомобиль нашу десятку бедную. Наморозились, не могли дождаться инспектора. Но это проблема у всех одна и та же. Но заплатили в кассу предприятие деньги и забрали свою машину. Для нас, как автолюбители, это понятно. Ну, горе целое. Там ехать через весь город, стоять в очереди ночь-полночь, и в итоге забирать свой автомобиль. Но для муниципального предприятия это доход. И мы хотели поинтересоваться, какие иные доходы получает предприятие, помимо основной деятельности пассажирских перевозок, как оно зарабатывает. Александр Сапаралевич, я все время хотел спросить. При Кочеганове здесь действовала парковка ГАИ. И, ну, я так принимаю, доход предприятию. Почему сейчас не возобновить? Почему не решаются такие площади? Мне же позволяют штраф ставить. С инцидионом и Минтранс в области пока ничего не предлагают. Все точно так же через аукцион выкладывается. Ну, года два назад же, по-моему, была аукцина. Это последовательно. Это эвакуированные, понимаешь? Да, да. Вы участвовали или не участвовали? Там, это аукцион, конкурс там, сериал. Ну и что, ну какая разница? До этого они участвовали, выигрывали и так же. После этого не было никогда. Чего не было? Не было. Они собирали документы. Конкурса не было? Да, они участвовали в конкурсе, но ни разу, по-моему, не выехали. Я не... Понимаете? Мы здесь стояли на штрафстоянке. Да, и мы сюда эвакуировали. Деньги платили в кассу предприятия. Ну, однажды было, да, поначалу. Да не поначалу. В смысле, при Кочегане ведь это было, правильно? Мы этим вопросом занимались, но это прямо у нас в городе вообще сейчас не то. Мы были электропроходом. На нашей территории пока и нет услуги. Ну, почему бы не подобрать это услуги? Или нет, просто не объявляются там? Не объявляются, да. У нас в городе никто не отталкивает. Ну, выйти с инициативы... В любом случае, такая услуга-то нужна для порядка в городе. Куда ГАИ, ну... Вы хотите, чтобы я занялся этим вопросом? Нет, я просто, я не знаю... Мы, имея определенные мощности, у нас это все было в свое время оформлено. Мы соберем по новому пакету, но пока никто не объявляет ни конкурса, ни аукцион, ни какой-то... Роман Сергеевич, а можно на городском совете как-то поднять этот вопрос? Почему наши правоохранители не выходят с такой инициативой? Ведь, в принципе, потребность-то, она есть, и куда эвакуировать легковой транспорт. У нас очень много нарушений с этим. Ну, люди, когда мы сами работаем, это как... Ну, надежды я слышал. Вот надежда. Они-то и в последний раз тоже выиграли, в последний конкурс. И больше конкурсов не проводились, и мы не уйдем. Участник, правда, если конкурс в провозке, участник, надо, тем более, если раньше это тема, ну, в принципе, она была... Нет, да если участнику это интересно, он занимается, получает доход, да, прилично. Ну, почему сам муниципальный предприятель не пойти туда, может, купить? Вот что из этого диалога понятно. Понятно, что предприятие может выступать на этих акционах, может дополнительно зарабатывать деньги. Я не управляю данным предприятием, смотрю на него со стороны, но для меня вот рисуется несколько вот вариантов, допустим, как можно заработать, да. У них там бегает на маршрутах 150 автобусов, должно бегать, мы еще об этом дальше поговорим, в товариществе так называемом. Автобусы надо мыть, почему не организовать на территорию бета-мойку, обязательно принудительную, да, когда раз в три дня автобус должен чистый, выезжать красивый, намытый, а не так, как сейчас, да, у нас нарекания у жителей, что сиденье рваные, весь автобус грязный и там, и так далее. Мы говорим конкретно про пазики старые. Далее, почему все-таки с этой штрафной стоянкой не выйти на депутатов, не подключить свои связи, городские депутаты доложат областным, областные спросят на каких-либо отчетах, либо внутренних комитетах у службы ГИБДД, почему они не объявляют эти аукционы, или он разыгран, или как. Ну вот наши депутаты затруднились ответить, кто сейчас вообще обслуживает наш город и кто эвакуирует легковой транспорт. Значит, зарабатывать можно, а представьте, там стоит, ну, порядка 50-60 эвакуированных машин. Это так, по минимуму, с каждой, там, ну, средней 800, допустим, рублей, там, 600 рублей в кассу предприятия попадает ежедневно. Это огромные деньги, это огромный доход для предприятия. Почему это не реализовывают? Много различных способов это и есть. Реализация и получение дополнительных доходов. Ну, оставим это на совести хозяйственной деятельности нынешнего руководства. И давайте перейдем к следующему ролику. Александр Петрович, вы на одной из встреч с, по-моему, не вы, а кто-то из коллектива на встрече с Николаем Васильевичем сказали, что на кольце для низкопольных троллейбусов есть проблема, там, дорога разбитая, то есть разворачиваться там нет возможности. Сейчас это решено или нет? Это курило. Сейчас решено? Ну, там, половина кольца прямо здесь, белый метр, оставшаяся часть отсыпана. Ну, по крайней мере, они не проваливаются, насколько нам обещали, на следующем году до конца. То есть сейчас нет таких проходит. А в зимнее время будет проходить? Ну, нет. Ну, на БРТ это вы по контракту возите сотрудников БРТ, да? Ну, у нас договор, да, конечно. Ну, и там зона ответственности с БРТ. Вот, они там заляпали чем-то, как бы... Ну, и там, суть в том, что и по ладу, там не зима просто, вода с больших площадей стекает. Ну, как бы уважение самого БРТ к своим же сотрудникам, так скажем. У нас замена контактного провода массово проводилась в 2010 году, мы 13 километров, всего у нас 80 километров контактной сети. Ну, я скажу, что она, в принципе, в удовлетворительном состоянии, потому что мы ее постоянно контролируем. И весной, и осенью мы и замеры по контактному проводу осуществляем. Ну, и у нас бригада на постоянном дежурстве, которая поддерживает ее. Понимаете, то, что... Такого массовой замены необходимой контактного провода у нас нет таких. Ну, просто понимаете, те ориентиры, как на столице, там же не спрашивают. Не просто так же Москва отказывается от роллейбов вообще? Естественно. Ну, у них и технологии другие, но еще и с того, что они отказываются опять никаких другой. Чтобы поменять маршрут, проще, конечно, иметь электроп. Чтобы этот троллейбус поменять маршрут, надо построить сети. А сети вещи не дешевые. С учетом того, что помимо просто поставить опоры и контактные провода на тяну, нужно понимать, что нужно электроэнергию подать туда. А подстанции, ну, в учет, в условиях мегаполиса, я думаю, что это крайне не дешевые вещи. Технические, технологические, на самом деле. И мощность она требует. То есть, если мы говорим, у нас пять подстанций на весь город, то, вы сами понимаете, сколько их в Москве. Чтобы построить новую линию, нужно для начала построить подстанцию. То есть, ну, вот, к вопросу, чтобы по Ленину сделать нам линию, нужно поставить подстанцию, ну, где-то в районе Комсомольца. То есть, пересечение линии на Комсомольце. Это вопрос. Линия, которая идет на атомную станцию, она под напряжением? Она не эксплуатируется. Там не ездит ни один троллейбус. На атомную напряжение, чтобы ее не... Чтобы ее не... С целями сохранности. В принципе, так... Потери, мы считаем. Но перспективу данного с атомной станции начать работать, я так понимаю, близки к нулю, наверное, да? К нулю. Знаете, может быть... У них свой транспорт. Они-то сзади же отказались. В связи с того, что сейчас у нас идет акцент на экологический транспорт, ну, либо надо будет эти автобусы, которые у них есть, перевести на газомоторное топливо, либо искать какую-то другую альтернативу. Я допускаю такое мысль, что возможен такое. Что мин удобрения у нас, что это все есть, я повторю. Исходя из этого ролика, тут рисуются две проблемы. Либо у руководства нынешнего и прошлого города, или руководства самого Бета не хватает стержня сказать Николаю Васильевичу Панкову или Вячеславу Викторовичу Володину, хватит, не надо нам этих троллейбусов, они бестолковые. Либо у них не хватает ума и реализации сделать так, чтобы они были толковые. Я склоняюсь ко второму варианту. И почему? Вот, да, допустим, из этого же ролика становится ясно, что эти низкопольные троллейбусы, которые поступили, ну, да, они более комфортные, более интересные для пассажиров, они просто не могут ездить. Почему? На кольце ямы, они не могут развернуться, застревают, и мы их туда не пускаем, чтобы не гробить. А вдруг что будет? А вдруг сгорит или что-нибудь ударится? Какой скандал? Володин же привез. Вот. И под мостом на РТИ, там лужа, и мы ротор, статор намочим. Все. Троллейбус снова вышел из строя. Ну, что, Володин должен думать о том, как вам там ямку поравнять, или там БРТ заставить сделать свои обязательства по куску этому дороги, они уже там еще Сан Санычу Соловьеву голову с этим трепали, так и не договорились. Предприятие такое же градообразующее, а от него для города никакого толка нет. И копейки платит, и над своим сотрудниками издевается. Дорогу не может построить. И еще жгет резину, когда мы их ловили. Ну, ладно. Это не о них сегодня речь. Про это же кольцо. Вы что там, жменьку асфальта не можете бросить? Ну, с кем-то договориться, с тем же самым ООО ПИК, или там многопрофильное строительство, чтобы они по договоренности сделаны. Невеликие деньги. Надо реализовывать проект. Надо, чтобы бегали комфортные троллейбусы. Хорошо. Сколько их бегает, сказал Александр Сафролевич. У него цифры, кстати, каждый раз разнятся. То четыре, то шесть, то восемь. Ну, в среднем давайте шесть возьмем. А сколько их привезли? Ну, и в итоге весь этот парк троллейбусов стоит, потому что он не может выехать никуда. Он не проедет. Зимой не проедет. Весной не проедет. Осенью, потому что дожди. На кой черт тогда они нужны, если ты не можешь их эксплуатировать? Я скажу, не надо. Здесь же он в диалоге говорит, мы когда-то, вот постоянные надежды, с года в год одно и то же. Мы вот этот бет слышим. Ну, вот сколько он существует, столько. Вот сейчас нам привезут, раньше было, просто чуть дополнят пазиков, привезут, с области дадут. Вот сейчас нам троллейбусов дадут, и все, и мы заживем. Это раньше было. Вот сейчас было, сейчас нам низкопольных привезут, и мы заживем. Сейчас вот про следующее, Петрушка, да, вот сейчас мы линии электропередач на Ленина, как мы маршрут пустим, очень классно будет. Сам же он говорит, что ничего это пустить невозможно, там надо подстроить по станции и линии. Соответственно, это перспектива 50 лет. Эти троллейбусы низкопольные, которые сейчас завезли, уже отправятся в металлолом. Хорошо. А мы о технологии, о прогрессе, мы ничего не забываем. У нас два года назад электрокары являлись какой-то дикостью, или, скажем так, ой, далеким будущим. У нас сейчас в такси бегает Nissan Leaf электрокар. У нас очень много сейчас в России, даже в Балаково. Люди через, не могу, катаются на электромобилях, заряжают дома, понятно, заправок нет, ничего нет, инфраструктуры нет. Что будет с этими старыми низкопольными троллейбусами, которые привезли через 5-10 лет? Да ничего. Они будут в металлоломе. И уже уйдут далеко технологии, уже даже адмиралы устареют к тому времени с этим своим запасом хода на 20 километров. Все это устареет, будут новые технологии. А мы сейчас думаем, как нам линии построить и подстанцию, чтобы тралики на Ленина пустить. Ну, бред. А последний как раз момент, это разговор с Романом Сергеевичем, когда Инна Чумичкина, по-моему, задала вопрос, из Пробалакова о том, а вот как линия, которая идет на Балаковскую АЭС. Да, мы ответили, держим ее под напряжением, чтобы не разворовали. То есть, это потери. Постоянные потери, минус. Вы ее что держите? Вы примите, наконец-то, решение. Будут туда троллейбусы ездить или не будут? Нельзя с Балаковской АЭС сесть, как-то это решить. Я уверен, и сам даже главный инженер говорит, что возможность нулевая. Ну, Александр Сафролевич бредит какими-то программами модернизации транспорта. Да, они есть. Эти такие по экологической безопасности и так далее. Ну, и мы сразу вам, можно всем сказать, это все понятно. У нас сейчас в городе строятся две метановые заправки. На что переведут весь транспорт? Огромный парк транспорта БФ Апатит и Балаковская АЭС. Конечно, на метан переведут и все, и будут ездить. Не будут они заказывать никакие троллейбусы. Не будут. Все, это уже ушло в прошлое. Чего вы держите эти линии? Или используйте их, пустите на дачи троллейбусы. Там люди постоянно плачут о том, что у них нет транспорта. СНТ, Березово и так далее. Все что-то вот идут на Таллинское МО. Нет, мы вот это не используем, но зато мочалки какие-то втайне по утрам мы на троллейбусах возим на вокзал. С кем договоренность? Что это за организация? Что за это? Консилиум бабушек-вязальщиков вот этих мочалок, что они там снимают целые троллейбусы и их везут на вокзал. Какие-то муть. Вот это все инновации, которые есть у нас в БЭТе. Давайте перейдем к следующему ролику. Он как раз у нас идет о рентабельности. Сколько троллейбусов стоит на балансе БЭТ? На сегодняшний день? Ну, с учетом старых всех этих, 67. 67. Сколько из них ездит на маршрут? Ездит на маршрут ежедневно. Ну нет, на ежедневном мы выпускаем там 15-16, зависит от выходных дни 12. Какая в общем бюджете доля расходов на содержание троллейбусного парка вместе с фортом водителя? Форт водителей, обслуживающих троллейбусы, рембаза, именно троллейбусы. Сколько это доля в бюджете? В процентах примерно. Подождите, еще раз. Вы какую... Пытаетесь цифру с меня получить? Не цифру, а процент. Он хочет посмотреть, вот смотрите, вот доля... Затрата. Какая автобусы, сколько троллейбусов вывозят? Нет, в автобусы... Ну, доля ваша... Ну, троллейбусы в автобусы сейчас выпускаются, а в автобусы... Не-не-не-не-не-не. Я спрашиваю, вот в вашем бюджете доля обслуживания в финансовом выражении, в процентах пусть, приходится на троллейбусы, на содержание водителей, зарплату, на содержание троллейбусов, которые в том числе и стоят здесь просто годами. Сколько в этом процентов в отношении? Я думаю, что большая часть, правильно? Ну, большая часть от чего? От бюджета вашего общего. На обслуживание простаивающей техники. У нас обслуживают техники... Одни и те же люди. Они и троллейбусы обслуживают, и автобусы обслуживают. Бесспорно. Ну, есть норматив затраты времени и так далее. Мы не будем... Да, я просто процент примерно говорю. 50, 40, 30, 20, 10... Сколько процентов от вашего бюджета идет на обслуживание именно троллейбусов и водителей, и троллейбусов самих? Да, это все очень просто. Если я понял, что вы хотите. Третья часть... Третья часть? А приносят они сколько? Это все относится по... Еще раз, смотрите. Мы всегда проводим некорректные параллели. Приносят они, конечно, меньше. Еще... У нас эти маршруты были открыты, и вы видите, фактически сейчас он идет у нас по окраине города. Правильно? Он пустой всегда. Да, он всегда идет пустой. Как только он пойдет через Новый мост и заедет на Ленина, вы же тоже понимаете, вы живете в этом городе. Конечно. Вы прекрасно понимаете, какие у нас узловые остановки. А еще мы понимаем, что он не зайдет на Ленину. Ну почему? Там раздануться нигде. Хорошо, вопрос... Подстанция, вы же сказали. Нет подстанции. Но мы же говорим опять про автономный ход. Ну это программы, это электробусы, когда они задаются в автономную. Нет, ну сейчас как раз о чем говорил Панков с Володиной. Ну вы же не вошли в программу. Нет, здесь 10 королевусов, которые попросили через вот такую программу. Там несколько программ. Вот эти с автономным ходом. Десять трансмиссий, которые имеют возможность с автономным ходом. Акономный ход до скольких километров? Двадцати километров. Двадцати километров. То есть они и едут, то есть они и до работы, и до космоса. Ну хорошо, они пять лет отработают, а потом депутаты еще... Ну шесть. Ну это десять, это у нас все, телевизор десять лет, там камера вот пять, там десять лет, а в итоге три-четыре. Подождите, у машины пять лет, у автобуса, а у утролебуса десять лет. Это не обсуждается, нормативная цифра. И они реально ходят, работают. Вы не путайте все-таки двигатель внутреннего сгорания и электрический двигатель. Я потом и говорю, аккумулятор поменять, на чьи деньги? Аккумулятор, это еще не весь троллейбус. Это большая часть троллейбуса. Это не большая часть троллейбуса. Это не большая часть, на сегодняшний день это не больше. Это да, это расходы. На электробусе составляющая, на полноценном электробусе порядка 108 миллионов, насколько я понимаю. На этих мы должны быть поскромнее, потому что запас хода гораздо меньше. То есть вся у нас надежда на десять володинских автобусов? У нас не вся надежда на это. Еще раз говорю, вы погрузитесь, пожалуйста, в программы, которые федеральные сейчас существуют, по обновлению городов, мобильный город, там и дороги, там все это в комплексе. В первую очередь там акцент идет на общественный транспорт. И Москва, она ушла, вы же не только троллейбусы они убрали, они и автобусы убрали, они меняют все на электробусы. Правильно? Да, мы не Москва, конечно, мы не сможем себе позволить электробусы, но троллейбусы мы почему не можем? А какая себестоимость поездки на данный момент, чтобы перевезти одного пассажира? И какая она будет, когда еще десять новых троллейбусов придут? С учетом бюджета, который царит. Ну потому что на данный момент, вот по последним даже данным, как кто разручили, получается одного человека дешевле на такси перевезти, особенно если два-три человека на такси садятся. Получается, бюджет просто гробится на то, чтобы людей на троллейбусы планировать, когда дешевле реально на такси. Просто на такси дешевле. Или стоять возле остановки и отчитывать деньги, дайте ради бога, так и не заходить в троллейбус. Мы опять опираемся в текущую ситуацию. Она текущая, но чем больше приходит троллейбусов, тем больше нам выставили бюджета. И уже просто, мне кажется, у нас уже почти одна пятая бюджета. Поэтому мы и говорим о том, чтобы вот эту часть снизить, для этого нам нужно рассматривать другой маршрут, а подать нам нужны другие троллейбусы с автономным ходом, а не просто троллейбусы, которые на 100% привязаны к проводам. Новый маршрут, новый троллейбусы. Есть какой-то шанс, что они окупятся или просто еще больше и сюжетов придется платить? Начнем с того, что он точно будет приносить больше доходов, это однозначно. Но чтобы они стали быть окупаемыми, еще раз, целая программа. Мы не можем в рамках существующих маршрутов сделать маршрут рентабельный. Объективно, даже там, где частники ездят, эти маршруты не рентабельны. Это на самом деле очень просто рассказывать. Что сейчас одного пассажира себестоимость? 40 с 7 рублей. 47-50 рублей. Себестоимость. При том количестве, которое мы переводим. Если вы понимаете, будет больше пассажиров, соответственно, себестоимость снижается. Одного пассажира. Троих мы везем или 30 человек. Правильно? Ну, понятно. Соответственно, она начинает снижать. 47-20. Все? Да. Все подготовлено. Если у нас нет пассажиров, соответственно, у нас перевозка одного пассажира. Ну, вы на такси в район поедете, заплатите 150 рублей? Или один поедет? Ну, это мы заплатим. А то педжет платит. За то, чтобы людей перевозить. Ролик сейчас мы посмотрели. Опять, вот как я и говорил, про программы, программы. Мы ждем какие-то программы, модернизации. Ну, что же вы в них не ходите? В принципе, здесь у нас же в студии Александр Сафролич сидел, рассказывал про адмиралы, которые они войдут в программу, от Минтранспорта. И скоро через Новый мост будут они бегать, эти троллейбусы. В итоге выяснилось, что в программу они не попали. Уж я не знаю, по каким причинам там это произошло. То ли кто-то бумажки неправильно подготовил, то ли просто не надо было туда попадать. Ну, вот сейчас вся надежда у них, нам Вячеслав Викторович привезет 10 адмиралов. Все, спасение. 10 адмиралов на что? На один маршрут. Да любой человек, который работал в сфере пассажирских перевозок, понимает, что это капля в море. Там где 10, соответственно, маршрут выйдет 6-7. Потому что что-то должно было в резерве стоять, на замену, подмену, мало ли что. Соответственно, что такое 6-7, и как соблюдать интервал в 8 минут с 6-7 троллейбусами? Если там на той же девятке, ну, порядка 25-23 работает автобусов, пазиков работала. Вот. И если мы сейчас... Это примерно та же ситуация, как работает будет маршрут номер 7, на который жители все время жалуются. Там тоже там 4-5-6 их там выходит. И никто никуда уехать не может. Там люди старого вокзала просто жалуются. Ну, они отрезаны от мира, как, я не знаю, Калининград какой-то. Виза надо покупать. И вот нам Александр Сафролич рассказывает, как они ждут эту программу, и закупят эти адмиралы, и все у них сразу все наладится. Это та же самая бла-бла-бла история, которая идет у нас еще, вот, я не знаю, еще со времен Чепрасова. Все то же самое. В итоге он признает, что проезд у нас, себестоимость проезда на троллейбусе человек 47 рублей. Вот он произносит 47 рублей. Два человека сели в такси, спокойно в любую точку города, без фиолетовых зон, я имею в виду, уехали. То есть у нас получается для муниципалитета дешевле людей возить на такси. Просто с Яндексом заключить, с агрегатором, или там собственную службу создать, и давать людям по 30 рублей по льготе, или наоборот заключать договор с этой организацией, и возить их по своим, трое сели в машину, все, поехали, 90 рублей нормальный тариф в любой конец города. Зачем платить бету 47 рублей за одного пассажира, если вы понимаете, что это неэффективно, это не работает. Чего вы этого неутопшего щенка из муму все время там держите? Тут же в этом ролике Александр Сафролич говорит о том, что я, вернее, из него это вот как-то выжил, то ли он меня действительно поначалу не понимал, что на содержание всех этих стоящих там в парке троллейбусах, а их, я напомню, там ездит из новых, ну, 4, 5, 6. Все остальные, сколько он там, 40 с чем-то там их, в итоге там, они стоят в парке, кладбище разбитых кораблей, они тратят треть бюджета, а это четверть миллиона рублей. Ну, так просто грубо. То есть мы четверть миллиона рублей тратим на обслуживание того, что мертвым грузом стоит на территории. Это наших с вами денег. Зачем? В надежде, что когда, что завтра что-то случится, появятся провода, и они все разом выйдут куда-то и начнут создавать конкуренцию, и то не могут, у них контракты. Ну, бред какой-то. Ну, а ведь тратят. Также вот он говорит, да, невыгодно нам везде, нам всем невыгодно, нам всем невыгодно, давайте повысим тариф там. Да, вот сейчас следующий ролик будет. Как невыгодно? 10-10 А бегают. Свежие газельки, Next City, два разных совершенно предприятия, два разных юридических лица. Интервалы соблюдаются. Нарекания, да, есть, не без этого, но это работает. Но не столько, сколько на товарищество, которое было создано БЭТом. Работают люди, интервал соблюдают, вечером уехать можно. То есть им как-то более-менее выгодно, а вот Александр Сафролевичу невыгодно. Речь идет о том, что у нас сегодняшняя цена 24 рубля, а себестоимость в два раза больше. Если мне память не изменяет, то в Куалинске до 30 рублей подняли. Ну вот, почему так? Кружу вопросов мы планируем? Решение, наверное, словами Сергея Евгеньевича ответит, что вопрос в принципе повестки стоит, но окончательных решений подходит. По срокам, да? На две составляющие, первая составляющая, понятно, экономическая, а вторая составляющая, это естественно люди. Надо подумать еще, реже, в принципе, отчетности. Ну и, конечно, хотелось бы понимать, что, если, ну скажем так, сейчас все-таки не удовлетворитель оценки работы общественного транспорта. И если мы получим то же самое, даже после повышения тарифов, тогда зачем? Хотелось бы опять-таки понимать, что приобретет город, конкретно даже после увеличения тарифа. В этом кусочке вот не дать, не взять, все правильно сказал Роман Сергеевич. Как бы, да? Ну, он как политик в стороночку, все плавно отошел. Логика его в чем заключается? Ну, как в пословице. А если нет разницы, то зачем платить больше? И вот, как бы хочет Александр Сафаралевич, например, или хочет поднять тариф, и логично бы поднять, да, действительно, ну, уж сколько лет не менялся тариф. Ну, а за что? Ну, поднимется сейчас тариф до 30 рублей. Что, интервал улучшится? Пазики помолодеют? Да ничего не произойдет. Так и вот, и говорю пословицу. Если нет разницы, то зачем платить больше? Конечно, небольшая градация все-таки есть, да, по-технологически. Вот я, как упоминал, есть 10-10А, да, новые совершенно транспортные средства. В них кандей, в них видеонаблюдение. Соответственно, есть даже зеленый один бегает с опускающимся полом для маломобильных групп граждан. Я думаю, что никто никогда не пользовался, потому что наши люди с ограниченной возможностью просто не привыкли к этому и не знают даже, что это есть такая возможность. Это другая недоработка. Но суть в том, что 30 рублей платить, например, за товарищество, созданное Халиловым, это вот эти гнилые пазики, у которых ты ногами, как во Флинсонах, можешь сам перебирать, помогать ему еще толкаться. И чадящие вот эти зеленые пятерки там. Либо ездить вот на этих. Ну, это совершенно разный тариф, да? То есть, почему надо тоже перевозчиков ставить в одинаковые условия? Кто-то на телеге тебе повезет там с запахом навоза, кто-то в нормальных кондиционируемых условиях по быстроте, и все нормально. Это, ну, просто элементарно, нечестно применять ко всем тарифам. Одинаково. Поэтому, повышая тариф, надо повышать однозначно качество оказываемой услуги. Александр Сафарович, вот смотрите, у нас, ну, все коммерция. У вас девятка, пятнашка. А, нет, у вас пятнашка, семерка. Нет, только пятнашка. Пятнашка. Пятнадцатый маршрут, пригородные маршруты. Пригородные и тралики. Все. То есть, и это все стоит муниципалитету 72 миллиона рублей. Ну, так вот, грубо, если говорить. Есть 10, а там 10, да, которые бегают, и муниципалитету это ничего не стоит. И на них нету нареканий. Как? Может, вообще не надо нам? Нарекания-то есть, он все и делал. Нарекания большие по семерке там. Нет, я про, вот, допустим, два, ну, не буду фамилию называть, а 10, 10. 10, 10. Меньше всего нареканий. Вы хотите, чтобы я рассказал, как они работают? Я думаю, нам лучше к ним обратить. Я не хочу, как они работают. Нас, по идее, граждане, не должно волновать, как они работают. Они выполняют режим. Кто работает? Вот. У них все чисто, хорошо. Камеры висят, да, там, допустим. Есть даже там базики некоторые нормальные такие бегают. Но, вот взять, допустим, пятерку, вот ездить на дизеле, да, зеленый. Ну, это же там что, сатана там внутри сидит, что ли? Он, что из него исторгается-то? Там люди неоднократно просто писали. Он же не, он, мол, свежий достаточно же, да? Он же не старый. Ну, там, вы что в него заливаете, я не знаю. Да это не мы заливаем, еще раз услышите. Ну, ладно, кто-то там, да. Ну, не кто-то там, а конкретно есть предприниматели, которые работают на этом маршруте. Тогда вот к вас, как директ, как жители, как жители города, я бы хотел спросить, стоит ли в БЭТ вливать 72 миллиона рублей, чтобы ничего не менялось? Или все-таки взять, расформировать и сделать частный, как во многих городах, просто таксопарк там, парк, который просто отвечает требованиям. Есть кому претензии предъявить и неустойки взять. С вас же тоже ничего не возьмешь. Я думаю, что этот вопрос больше уже политический. Вы сейчас задавите конкретный вопрос. Тогда политический вопрос. Стоит ли вливать 72 миллиона рублей в БЭТ, или стоит отдать частный рубль? Я думаю, что однозначно здесь тоже сложно объявить. Если не будет БЭТ автобусов, соответственно, ну, обслуживать, они же говорят, потому что троллейбусы и автобусы обслуживают одни и те же люди. То есть, соответственно, КПД полезного действия и зарплата часа, получается, у них будет совершенно другое, если у них будут автобусы. Соответственно, медпункты вот этой ситуации. Опять на примере частника. Частник берут, например, транспорт, а то он у них 5 лет там в страховках. Александр Савельевич, наверное, немножко поскромничал, когда хотел отвечать. Мы же тоже понимаем у нас разговор, с чего начался. С того, что белая зарплата и черная. То, что же надо эти мальчики учитывать. То, что транспорт, конечно, я сейчас не буду говорить, какой БЭТ хороший или плохой, или там частники хорошие или плохие, но объективно, да, автобусы есть у частников новые. Они там за лизинг взяли, какие-то вещи сделали. Здесь, конечно, техника постареет. Ну, ладно, насчет зарплаты. Хорошо. Не кажется, что это круговорот долгов природы? 13 НДФЛ пришли частично нам, в бюджет, в район. Вы его частично отдали сюда, а снова он частично появился сюда, за утряской всех межбанковских трансферов. Это, мне кажется, переливание из пустого в порожнее. Ну, пусть они, да, в черную работают. А здесь мы, получается... Ну, подождите, они работают черными, но вы требуете от нас наравне с ними. Нет, я от вас не требую. Смотрите, ну, давайте же раз... Трудовое законодательство, кто из частников соблюдает? Можете мне сказать? Я думаю, что никто вообще. Никто. То есть номинально, не номинально, а как это есть по жизни, за одной машиной должен быть закреплено два водителя, чтобы она выходила в том графике. Два водителя, соответственно, не одна, а две зарплаты. Правильно? Конечно. Если это зарплата по 40, условно, 1045, то есть это совсем другая. Ну, берем там, я не знаю, 10 единиц. Ну, плюс 30 и 2. 10 водителей, да, полмиллиона зарплаты. Или 20 водителей. Разницу понимаете? Конечно. И если мы говорим о том, что она еще и в серую уходит, то фактически мы зарплаты людям платим в три раза больше, чем частные. Да. Если мы сейчас их поставим в такие же условия, поверьте, их не будет. Ни одного не останется. Но вы их не поставите, все уйдет в серый под черный флаг, как правило. Это, ну, практика показывает. Это очень просто делается. Сказать, как делается? Да понятно. Гайки закрутить. Тахографы у нас на всех машинах должны быть. Да они и у вас нет, тахограф. И в партнерстве вашем. Подождите, секундочку. Секундочку. На пригороде у нас 100% тахографы. Да, на городе у нас нет. Но опять, мы работаем с интервалом отдыха, как это положено в торговом законодательстве. И если у водителя 14-часовой рабочий день, то у него два, как минимум, разрыва для отдыха. Я скажу проще. Человек, захотящий обмануть систему, вы знаете, вас не будет учить, как обмануть тахографы. Не обманете вы тахографы. Да, конечно. По трассе. Попробуйте обманить. Ну, перестаньте. Ну, три карточки вы воткнете, что-то. Это легко отслеживается. Если подавать, не будем озвучивать. Это легко отслеживается. Перестаньте. Хорошо. Тогда, получается, государство вынуждает частника работать в заведомо лучших условиях, чем вас, потому что они работают черными, и давать лучшее качество услуг. Я не говорю, что государство вынуждает. Что они могут давать лучше? Мы сейчас, на сегодняшний день, пытаемся сравнить интервал, новые машины. работу предпринимателя и предприятия, которое полноценно несет нагрузку. Правильно? Да. Как положено. Со всеми льготами, со всеми отпусками, со всеми со всеми социальными местами. И работник, который работает на предпринимателе. Ну, вы все время это пытаетесь сравнить. Я вам прямо в трех секундах разложил, как это выглядит. Как минимум, они в три раза меньше. Я остался при своем времени, как конечный потребитель, в том плане, а зачем нам этот тюнинг в зоопарке? Вот примерно так. Можно слово? Да. Я, как технический человек, скажу, что мы, наверное, единственное предприятие, это пассажирские и троллейбусные, где еще сохранилась система. Система ремонта и обслуживания автобусов. А частник, он выжимает все, из него что можно. Вы проверьте хоть одного частника. Сколько он провел ТО-2, сколько он техосмотров, и на чем он людей возит. Ведь это тоже чревато. Ну, вот, исходя из последней фразы, вот главный инженер говорит, как раз в конце отрезка этого, говорит, мы единственное предприятие. Я понимаю, что он душой болеет, не хочется его обижать. Мужчина работает много лет, но время не идет, не стоит на месте. Мы единственное предприятие, которое обеспечивает рембазу, у нас есть там все. Тут напрашивается другое, что вы такие бедные, если вы такие умные. Вот нет рембаз у 1010А, ну, наверное. У них там, как я знаю, они в лизинге, в страховках, что-то отвалилось, тут же страховая компания по гарантии все поменял. Ну, нет у них рембаз. Может быть, сейчас и каршеринг есть, а еще, знаете, квадрокоптеры появились. Может, и не надо держать такое огромное количество этих рембаз, тем более, с неунифицированной техникой. Если вот люди закупили, частники, да, у них одни газели бегают, у них одинаковые расходные материалы все. То есть, это удобство закупки, удобство монтажа, удобство обучения персонала по работе с этой техникой. А у вас что, 3000 разных видов пазиков разных годов, выпуск с разными двигунами, плюс спецтехника и плюс троллейбусы. Причем, сам же этот главный инженер признается в кулуарах, вот уже отдельно мы стояли, хотя, как бы, о том, что они не могли поначалу вообще с этими низкопольными троллейбусами работать. Там у них возникала какая-то ошибка на панели, они звонили в Саратов, в Саратове тоже там не бум-бум никто, и выходили на Москву, потому что Москва, и в Москве тоже, ну, кто там ими будет заниматься? Нету ни инструкции, ни технологичек, ничего. То есть, а вы представьте, сейчас им адмиралы привезут, там вообще просто вот такие вот экраны стоят, и что это будет? Они не разберутся просто с этой техникой, это унификация всех узлов и агрегатов, они же идут сейчас все в сборе, сейчас все делается не так, чтобы можно было взаимозаменять, а заменять модульность идет. Это и легковые автомобили, и касательно специализированного транспорта, и касательно вот этих пассажирских перевозок. Он вытаскивается, модуль, он меняется на новый. Вот так же мы спорили с этими адмиралами, что будет через 5-6 лет их жесткой такой эксплуатации, когда у них литий-ионные эти батарейки, они все же надеются, что они будут работать там все время. Да нет, не будут. Телефоны у нас год-полтора-два живут, потом начинает и батарея подсаживаться, и так далее. Все это заложено производителем в качество производимого продукта. Любой производитель нацелен на то, чтобы вы купили у него модуль, либо заказали сервисное обслуживание, либо купили новые изделия. Вот и представьте, это литий-ионные аккумуляторы в этих адмиралах сколько стоят? Не знаю, честно говоря. Я думаю, по цене самого адмирала нового. Ну, там может разница процентов 20. Будут ли у них деньги у беты снова поменять эти аккумуляторы? Нет. Я думаю, что нет. Это просто такой lifetime warranty. Знаете, жив, гарантия жива, пока живо устройство. Вот. Вот и все. Кто там будет с этими разбираться, с этими новейшими технологиями? Это совершенно новое обучение персонала. Их куда-то надо посылать. Они с низкопольными то еще не разобрались, а вы им адмирал даете. В самом начале наших вопросов вот мы перекрест стояли все, журналисты начинали, ну понятно, что поддавливаем, спрашиваем, и он отвечает, что мы белую зарплату платим, частники не платят белую зарплату. Я им отвечаю о том, что какая мне разница как потребителю, кто какую-то зарплату платит, если человек доволен на этих условиях, работает. Да, в этом есть, конечно, разница. Это налоги, поступления, но давайте посчитаем, на весы взвесим. Мы 72 миллиона рублей вваливаем в бет. Там, наш бюджет складывается с НДФЛ, там, вмененки, которые нету, часть там, так далее, с предприятия остается. И мы берем этот весь НДФЛ, там, полученный с белых зарплат, там, с полусерых, там, частично, вваливаем это все опять в бет. В бет оттуда берет 32%, это пенсионный фонд ФСС, перечисляет опять в бюджет федерального уровня, то есть, из нашего бюджета туда уносится все это. Классно, что он делает с белым. И опять этот НДФЛ 13% в какой-то части возвращает в наш районный бюджет. То есть, мы деньги из кармана в карман перекладываем сами себе депутаты. Вот ему добавили сейчас 22 миллиона рублей, там, в том числе, будет и уплата налогов, заработной платы, там, и так далее. То есть, мы опять просто, и потом эти части вернется опять в бюджет, но часть уже никогда, потому что это уйдет в федеральный центр, пенсионный фонд ФСС. Может, как бы не надо. И теперь вернемся вот к последнему самому отрезку, это откуда вся эта патовая ситуация юридически создалась. Давайте посмотрим. Вы платите деньги на то, чтобы работать на маршрутах, так, за аукционы? Последний раз мы платили миллионам. Сколько потратили за то, чтобы забрать маршруты? 5 миллионов. Вот. Они окупятся? Окупятся. Они уже окупились, мы год отработали. Они уже окупились. Почему не проходят? Аукцион был на два года. Понимаете? Почему конкурсы не проходят? Ну, это уже вопрос к ДХБ не ко мне. Почему конкурсы не проходят? Просто получается, что организация, которая получает огромное количество денег из бюджета, эти же деньги берет и опять в бюджет отправляет. Получается такой круговорот денег и это еще как раз опять-таки падает на себестоимость перевозки, не так ли? На себестоимость это, ну, каким образом это не стоило? Почему? Это же ваши вложения, вы же их купить должны, если вы как предприятие вкладываете в то, чтобы получить маршрут. То есть, в чем смысл вот этого? Ну, смысл начнем с того, что вот 330 человек на предприятии работают. Это очень просто. Мы не заявляемся, не забираем маршрут, мы можем закрывать предприятие, оставляем людей без зарплаты и без работы. Правильно? Что вы на это скажете? Ну, какие действия должны быть? Правильно именно говорит. Вы можете демпинговать ценами, падать до последнего на том же самом аукционе, до последнего, потому что вы знаете, что вы деньги заберете из бюджета и снова его вернете. И не только вы, а еще и участники, которые с вами вне там какого-то товарища. То есть, у них никогда не хватит миллионов на то, чтобы заявиться на аукцион, но за счет вот этой техники у них не соответствуют. до сих пор до сих пор до сих пор серьезные вопросы, насколько законно это вот как товарищ, или организация, которая БЭТ, которая у него несколько частников. Это уже отдельный вопрос, кстати, серьезные деньги... ответственность в том числе и за частные маршруты несете и вы. Потому что вы в одной и лодке. Солидарно ответственность. Все правильно. Все правильно. Я правильно сразу сказал, что мы несем солидарно ответственность. Но фактически часть, что мы сочетаем только за космористый маршрут. Я говорю, что мы своими водителями и своими машинами осуществляем перевозку. Мы не отказываемся. И все письма, все обращения, все жалобы по маршрутам, где у нас товарищи, приходят к нам. И мы ведем работу по этим всем претензиям. И мы так или иначе пытаемся наладить работу на этих маршрутах. А не кто там. Не УДХБ, не еще каких-то. Именно мы. Что же будет с БЭТом, если его закрыть? Как вот главный аргумент Александра Фролевича было. Вот у нас 330 человек. Куда они пойдут? Да, подумали мы. И куда они пойдут? Пойдут туда же на транспорт работать. Потому что святое место пустое не бывает. Уйдет БЭТ, придут крупный частный игрок или другой организации какая-то там. Может быть товарищество или еще что-то. Я не знаю. Не, ну уже товарищество наелись. Сейчас к ним перейдем. И они также будут там работать. Да, будет какой-то перерыв. Да, будет какие-то программы переобучения. На это у нас есть центр занятости. И вот как мы пришли к таким печальным последствиям. Скажем так, эксперимент с заигрываниями с этими товариществами и аукционами не удался. Эксперимент, который начал Александр Соловьев вместе с Пал Борисовичем Горячухиным, который яро отбивал все это. Там давление было такое серьезное. Все эти аукционы, которые проводились в УДХБ. Не надо нам аукционов. Практика других городов показывает, что надо проводить конкурсные процедуры. И об этом, кстати, депутат Лаврентьев говорил о том, что нужен конкурс. А что такое конкурс? Вот в аукционе, проще объясню, для того, чтобы войти на маршрут, заявитель повышает либо понижает цену. То есть, они в муниципалитет должны заплатить сколько-то денег для того, чтобы осуществлять пассажирские перевозки на этих маршрутах. И вот, кто демпингует, тот и выигрывает. А кто у нас демпингует? Естественно, БЭТ. А почему он демпингует? Потому что богатый? Нет. Потому что он, упав там с 10 до 5 миллионов, может эти же недостающие бабки потом в конце года попросить у бюджета. То есть, он просто их перекладывает из одного в карманы в другой. Он является нищим совершенно предприятием. И живет только за счет вот этих дополнительных дотаций. А что такое товарищество? Ну, вот создались, грубо говоря, в БЭТе было 50 там пазиков. А надо 150, чтобы закрыть, например, девятку, пятерку, семерку и так далее. Все 15-е, чтобы все маршруты города закрыть, надо было вот 150 пазиков. У БЭТа их нет, и они поэтому создали такое полулегальное вот это товарищество. Объединили малых предпринимателей, туда загнали, у кого два пазика, у кого 10, у кого 20. Вот в это все супер товарищество, вот эту мешанину. Теперь от этого всего открещивается Александр Сафаралевич, он говорит, я несу только солидарную ответственность, все остальные несут там за свои маршруты, хотя главный товарищ в этом товарищество именно БЭТ. И он заявителем являлся на эти аукционы. И получается сейчас вот эти все, что это должно было дать? Да ничего это не дало. В итоге, как все бегали на ржавых пазиках, так и бегают. Нет возможности у предпринимателей приобрести новую технику, потому что их поставили в жесткие рамки. Им по льготам за эти вот льготные талоны возвращается, дай бог, 8 рублей, то с оставанием в месяц. Это все предприниматели об этом говорят. Они не получают этих денег, им невыгодно возить, они не знают, что купить эти пазики, просто не на что, новые газели, не на что купить. И так они будут ездить на них, пока они не врастут в землю. И это уже произошло. Если мы говорили о том, что было 150 пазиков, вот в своем видео в другом кусочке Александр Сафаралевич говорит, что у нас осталось 89. Я даже знаю одного знакомого, который у меня бегал, он порядка там 15 пазиков металлоприемку сдал. Они никому не нужны, кроме вот этого внутреннего рынка, их проще сдавать там металлолом. В итоге получается, что это товарищество по факту сейчас не функционирующее, потому что они не соблюдают конкурсные условия. 150 пазиков должно бегать на маршруте, часть должна, конечно, в резерве какая-то соблюдать определенный интервал, и их сейчас осталось 89. Как это товарищество может соблюдать? Это по словам Александра Сафаралевича, я думаю, картина еще хуже гораздо, что их дай бог там 60 бегает на маршруте, на все маршруты. Александр Сафаралевич отвечает, говорит, я отвечаю только за 15-й, троллейбусный и межгород. Все, у него только 15-й маршрут. На 15-й куча нареканий. Пришла, прошла эта рационализаторская мысль? Нет, на 15-й куча нареканий, никто вечером уехать на нем вообще никуда не может. Все люди прыгают вот в эти коммерческие 10-10А и пытаются хоть куда-то уехать из ЖГ в районы, чтобы там уже пешком дойти или еще что-то сделать. Как бегает, вопрос я вам задавал, вот пятерка, зеленый пазик бегает на дизеле. Вы сами наверняка видели, если автомобилисты сзади него едете, там дым клубом просто столбом стоит. А это новый пазик, что в него льют? Ну, вопрос я задавал. Как итог, товарищество провалилось. Делать нужно, как я считаю, что, и не только я считаю, в принципе, все опытные перевозчики говорят, конкурс. Потому что критерием аукциона является цена, просто падение цены. А критериями конкурса является А. Наличие свежего парка техники там. Б. Отсутствие рекламации. С. Наличие видеонаблюдения, кондиционирование, воздух. Вот это все дает очки плюсовые. И цена там в самом последнем где-то моменте. Не на цене, то есть экономить надо. А надо думать о том, чтобы у тебя не ведра вот эти ржавые заявлялись, но зато вот с такой ценой. А по нормальной цене заявлялись хороший, новый, свежий транспорт. Вот давайте это в комментариях все обсудим. Я прикреплю туда опрос. Выскажите свое мнение. Нужен ли нам вообще этот бет за 72 миллиона рублей? Спасибо.